Доброе утро дорогие друзья! В этом году в нашем регионе состоятся до выборы депутатов в Думу округа и выборы представительные органы ряда муниципальных образований, выборы глав сельских поселений. Югра начала подготовку к одной из самых массовых избирательных кампаний в своей истории. В муниципалитетах уже началась подготовка к единому дню выборов. За подробностями мы обратились к депутату Думы Югры, заместителю председателя Думы Югры, руководителю депутатской фракции партии «Единая Россия» в окружной думе Наталья Западновой. Наталья Леонидовна, доброе утро. Давно не виделись. Здравствуйте. Только я хочу вас поправить, что все-таки выборов в окружную думу не будет. До выборов, я сказал. До выборов не будет. Да, а вот в городские муниципальные думы выборы, конечно, будут. Вот сейчас давайте с этими вопросами по порядку разберемся. То есть в этом году в Югре состоятся муниципальные выборы. Где и в какие сроки они пройдут? В Югре, как и по всей стране. Это единый день будет, да? Да, это единый день голосования. Это будет 9 сентября. По закону он относится ко второму воскресенью сентября. Это как раз выпадает на 9 число. Выборы у нас пройдут в 9 муниципальных районах. В них примут участие более 229 тысяч избирателей. Следующий вопрос. Кого мы будем избирать? Мы будем избирать, но если цифры эти интересны, чтобы не ошибиться... Так, чтобы понимать, кто мы. Вся Югра. Вся Югра. Нет, не вся Югра. Я сказала, в 9 муниципальных районах. Кого будут избирать? 46 глав. Из них 15 городских поселений и 31 сельское поселение. 70 депутатов, 19 городских поселений, 51 сельское поселение. Из них мандатов 706. Это 237 городских поселений, 469 сельских поселений. Поэтому они будут массовыми? Да, ну конечно, это массовые. Большое количество людей принимает в них участие. Хотя по сравнению, условно говоря, когда идут выборы в региональное законодательное собрание, конечно, это голосует весь округ, а здесь все-таки голосуют меньше. То есть зонально получается. Но я вам назвала, 229 тысяч избирателей. А кто имеет право принять в них участие? То есть кто имеет право быть выбранным и кто имеет право избирать? Голосовать. Кто имеет право голосовать, человек имеет право с 18 лет. С 18 лет он может выдвинуться. В том числе. В том числе. И стать кандидатом в депутаты какого-то уровня власти, куда уж там этот человек считает нужным. Но у нас ведь достаточно много, правда, молодежи приходит? Молодежи много приходит, конечно. Я, честно говоря, вот так вот сейчас на ОБУМ не скажу цифру, сколько у нас. Но у нас такая цифра, она, безусловно, есть. Ее можно посмотреть в том числе и в интернете. А главой муниципального образования человек может быть избран не моложе 21 года. Не моложе 21 года, да. На какой срок избираются? На 5 лет. На 5 лет. И главы, и депутаты избираются на 5 лет. Ну что еще хочу отметить? Я хочу отметить, что в это воскресенье состоится праймериз в партии «Единая Россия». И в праймеризе примет участие на те, кто заявился на главу, 132 человека, а должно быть избрано 47, а на депутатов заявилось 1201 человек, а должно быть избрано 717 депутатов всех уровней власти. Да, Лидина, такой вопрос. А вот какую функцию в жизни сельских поселений выполняют депутаты на местах? Насколько они необходимы, и что уходит в их задачи? Ведь мало того, что хочется быть депутатом, а что он должен делать? Я, конечно, понимаю, но есть закон о местном самоуправлении. В этом законе все прописано, какие полномочия имеет муниципалитет. И, соответственно, есть устав у этого муниципалитета, в котором тоже все написано. Что, как, где и почему должно быть. А почему избирается депутат? Потому что разные есть уровни власти на сегодняшний день. И представительная власть и в поселении городского типа, и в сельских поселениях должна быть представлена. У тебя полномочия не позволяют решать вопросы, проблемы? Ну, конечно, позволяют. Это же зависит еще и от человека, который избирается депутатом. Как, кто относится к своим обязанностям. Во-первых, депутат обязан обязательно встречаться со своими избирателями. Один раз в месяц проводить прием по личным вопросам. Это обязательно. Отчитываться перед своими избирателями о том, что сделано. Ну, допустим, в сельском поселении. А это ежегодно или по итогам всего срока? Это ежегодно. Это ежегодно. Это делают депутаты всех уровней, депутаты Государственной Думы. Рассказывать о своей деятельности и общаться со своими избирателями. В том числе и через социальные сети, через иные средства массовой информации. Очень многие депутаты, например, на сегодняшний день в разных сетях имеют контакты или группы свои. Ну, не только там ВКонтакте или там Инстаграм. Быть ближе к людям. Это и Ватсап, это и Вайбер, это такие группы, где депутату просто вот могут написать о своих каких-то проблемах. И депутат тут же принимает какое-то решение. Кроме того, депутаты могут обращаться, например, в Окружную Думу со своими предложениями. Эти предложения, конечно же, рассматриваются. Точно так же, когда принимается любой федеральный закон, то он приходит сначала в региональные законодательные собрания на местах в регионах. И только после того, как прошло обсуждение в регионах, и регион дал свое заключение, после этого, так сказать, смотрится все это и принимается тот или иной закон. Ну что ж, Наталья Леонидовна, большое спасибо. Еще раз напомним, дорогие друзья, 9 сентября этого года в Югре пройдет масштабная выборная кампания. Так что обратите внимание на подготовку ее у себя на местах. Ну и, разумеется, тем, кто хочет представлять волю народа, быть законно избранным, мы желаем успехов и дачи. Самое главное, чтобы не забывали, что от вас будет потом зависеть, как будут решаться проблемы тех людей, которые живут с вами рядом по соседству. Это правильно. Наталья Леонидовна, большое спасибо и хорошего дня. Благодарю. Благодарю.